А имена троих террористов, осуществивших нападение в Лондоне, уже известны. Выходцы из Пакистана, Ливии и Марокко. Они были известны полицией внутренней разведки в связи с экстремистскими взглядами. Как теперь оправдывается Министерство внутренних дел, узнаем от Оксаны Кундеренко. Хурамбат, 27-летний отец двоих детей, рождённый в Пакистане, житель восточной части Лондона, сотрудник метрополитена, который решил убивать без разбору. Ещё год назад он стал героем документального фильма о джихадистах. О нём неоднократно докладывали полиции соседи и знакомые. Им интересовалась служба внутренней разведки МИ-5. Помню, он с дружками стал молиться в парке, когда я играл в футбол. Мы ему говорим, мечеть же за углом, зачем здесь? А он отвечал, люблю Бога. Обычно он о Боге разговаривал с детьми. Жена моя даже в полицию обращалась из-за этих бесед. Его подельники, 30-летний Рашид Редуан из Марокко и Ливии, и 22-летний Юсеф Загба, гражданин Италии с марокканскими корнями. Пограничники останавливали его при попытке улететь в Турцию. Почему же стражи порядка, которые допрашивали подозреваемых в экстремизме, отпустили их? Заверяю, реакция полиции была вполне соответствующей. Более трех тысяч потенциальных экстремистов не могут постоянно быть под наблюдением. На то время не было никаких доказательств, что они готовят заговор. Сейчас спецслужбы проводят все новые и новые рейды. Этой ночью обыскали несколько адресов в неблагополучной восточной части Лондона. Допрашивают еще одного подозреваемого, 27-летнего мужчину. Но всех 12 человек, которых задержали в воскресенье, отпустили без предъявления обвинений. А в Манчестере на свободу вышел брат смертника Салмана Абеди. Родственникам жертв остается только надеяться, что организаторов и пособников найдут и накажут. Это страшная боль, но сейчас важно продолжать жить и противостоять тем, кто пытается нас уничтожить. И помнить, что ненависть не метод борьбы, она принесет только еще больше ненависти. Сегодня утром в 11 часов вся Великобритания замерла на минуту. Замолчал Биг Бен, остановился транспорт и пешеходы, чтобы почтить память жертв. Не помешала даже плохая погода, порывистый ветер и ливень. К этому лондонцам не привыкать, но похоже придется привыкнуть к жизни в постоянном состоянии тревоги, когда на улицах полицейские патрули, воют сирены, а на земле лежат горы цветов, напоминающих о страшных событиях. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.